Тополь. Гранат и кипарис. На морском побережье в 14 верстах от Алушты жил честный рыбак с добродетельную женою. Это были чрезвычайно кроткие и хорошие люди. Их ветхая хижина всегда была открыта для путников, которые находили в ней приют и ночлег. А бедные вдовы и дети-сироты получали здесь не только пищу, но и слова ласки и утешения. Что и говорить. Окрестные жители глубоко уважали рыбака и его жену. Добрая слава шла о них по Крыму. А рядом с доброй шла слава худая о детях этих честных людей. О трех дочерях родных. Старшую дочь звали Тополиной. На вид она была безобразной. Маленького роста. Неуклюжая. А по характеру, злая-призлая. Чтобы досадить соседям. А она взбиралась на крыши. Подслушивала чужие тайны. А потом разглашала их по всему побережью. Но всего ужасней было в ней то. Что она день и ночь проклинала своих родителей за свое уродство. За свой крошечный рост. Вторая дочь. Граната. Помешалась на розовом цвете. Она упрекала отца и мать за то. Что она не красавица и что у нее не розовые щечки. Вот если бы она была розовой. Как цветок. Все прохожие останавливались бы и смотрели на нее с восхищением. Что касается младшей. Кипарисы. То она была красивая и обладала веселым нравом. Но под влиянием старших сестер тоже насмехалась над отцом и матерью. Мол. Родили ее на свет божий не днем. А ночью. Оттого она такая резвая и смешливая. Тяжело было родителям слышать упреки детей своих. Но что поделаешь. Любовь родительская слепа и беспомощна. Старики молча сносили проделки своих дочерей. Терпели от них насмешки. И. Чтобы избежать неприятностей. Часто уходили в горы. Там они жили по нескольку дней. Однажды. Когда они были дома. В хижину ворвались все три дочери. Разозленные каким-то уличным происшествием. Они с кулаками набросились на отца и мать и начали избивать их. О небо. Взмолились родители. Есть ли силы. Которые смогли бы защитить нас от наших же детей. Не успели они произнести эти слова. Как неизвестно откуда раздался голос. Тополина. Ты клянешь своих родителей за то. Что родилась карлицей. Так стань же высочайшим деревом. Которое всегда будет без цветов и плодов. Ни одна птица. Кроме ворона. Не будет видеть на тебе гнезда. Граната. Твое желание тоже сбудется. Ты станешь деревом с розовыми цветами. И все будут останавливаться и восхищаться ими. Но никто не наклонится. Чтобы понюхать эти красивые цветы. Потому что они не будут иметь запаха. Плоды твои. Ярко-красные в середине. Не насытят никого и не утолят ничьей жажды. Потому что они не будут созревать. Кипариса. Тебя постигнет участь твоих сестер. Ты сетовала на свой веселый нрав. Ты станешь растением красивым и печальным. Перепуганные насмерть девушки бросились из хижины. За ними выбежали родители. Но детей своих они уже не увидели. Во дворе стояли три дотоли неизвестных дерева. А дно взметнуло ввысь свои ветви. Словно хотело стать еще выше. Другое было усыпано розовыми цветами. А третье застыло в грустном молчании. И назвали люди эти деревья именами трех дочерей, тополь. Гранат и кипарис. Легенда записана века Кандараки. Легенда. 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 Субтитры подогнал «Симон»